Журналист телеграм-канала Можем Объяснить, Илья Довлячин. Илья, я вас приветствую. Доктор, приветствую вас, здрасте. Очень хочется услышать ваши впечатления от этой оргии, происходившей в скрепной, тысячелетней, традиционной оргии, которая происходила сегодня в Кремле. И после завершения так называемой инаугурации, интересный шришок, патриарх Кирилл провел благодарственный молебен, так сказать, прославляя кремлевский режим в Благовещенском соборе. Помазывая его, не знаю, правильно ли использую форму этого глагола, смешно, что в начале обращения к президенту патриарх Кирилл оговорился и обратился к Путину, ваше высочество. Причем, кстати, мне кажется, это не впервой, поправьте мне и файм-ронг. А после высказался с поддержкой убийства людей на войне. Достаточно вспомнить князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что мы оба из Санкт-Петербурга. Ну и Невский тоже был из Санкт-Петербурга, видимо. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Напомню, теперь Путин официально занял президентскую должность в пятый раз. При этом связь с этой Москвой тотально подавлено. Супермощные глушилки уронили GPS в интернет в районах. Так, это уже другая тема пошла, мне кажется. Окей. А, во время инаугурации, да. Хорошо, ну давайте это может быть попозже. Ну, во-первых, я не знаю, жил ли действительно Александр Невский в Санкт-Петербурге. Мне кажется, он же был до Петра Святого. Он вообще, да, в Санкт-Петербург он появился в 1705 году. Как он на болотах, да, да, да. Ну это окей. То есть у старшего агента ФСБ, судя по всему, уже синильная такая фаза. Не будем заниматься эйджизмом. Да простит меня православный бог. Но anyway, ну по сути, то есть вот в очередной раз, как тогда на войну в Кремле, очередной раз помазание на безжалостную войну с еще одной бунтовной провинцией, правильно? Чечня, а сейчас Украина. Никакое не государство, провинция. Ну смотрите, самое интересное в этой истории в чем, в чем. Дело в том, что молебны это были всегда. Всегда был молебен, который был после вот инаугурации Путина и Медведева. Насчет Медведева не помню, но Путин сказать точно. Были фотографии, знаменитая фотография 2012 года Путина и его на тот момент жены Людмилы, ныне очередной. А в 2018 году тоже были фотографии уже Путина одного на этом самом молебне. Но ведь раньше эти молебны не показывали. Раньше трансляция инаугурации завершалась на моменте, когда Путин либо принимает свой пол, досмотр строевого полка кремлевского, либо, например, в 2018 году он вышел к своим сторонникам. Я не помню, то ли это отряды Путина были, то ли идущие вместе. Ну, нашисты, короче, какие-то там были. Вот он с ними сфоткался, и все, в этом трансляция завершилась. А потом уже там агентство или РИА, или там ТАСС сообщали, что вот Путин пришел на молебен, там был патриарх Кирилл. А в этот раз, в этот раз этот молебен показывали. Он был в трансляции, причем занял довольно большую часть, там минут 15-20 транслировали вот этот самый молебен. Ну, у меня предположение, что это было сделано просто, чтобы растянуть хрон, тайминг вот этого самого зрелищного, очень потрясающего мероприятия. Потому что, по идее, чем он должен был завершиться? Тем, что Путин вот в этот снегопад стоит абсолютно один, одинешенек и принимает кремлевский полк, который идет там в 50 метрах, в 100 метрах от него. Это все? Ну, нет, видимо, они решили растянуть трансляцию, и впервые включили в нее вот эту вот проповедь патриарха Кирилла Гундяева и несчастного этого человека, 71-летнего, который там свечку поставил и помолился, перекрестился. Ну, в общем, на мой взгляд, только ради этого было сделано. Показательно, да, что они показали, как Кирилл, вот эти вот самые скрепы, да. Хотя какие чертовы матери, простите, скрепы. Это одинокий человек, неженатый, который скрывает своих детей, дочерей, который изменял своей жене Людмиле несколько раз, который теперь отправляет людей, живущих в России, на войну. Вот это православие, вот это я понимаю. Который как гангстер выхваляет свою блин, блин, есть такое американское слово, знаете, то есть дорогие аксессуары, в том числе роликсы, да, по 100 тысяч долларов. Абсолютно, но я думаю, что иконы и вообще вот эта вот церковь, где он выступает, где он, простите меня, вот это вот происходило событие, тоже, прямо скажем, недешевое, да. И вспомнить богатство патриарха Кирилла, вспомнить его квартиру в доме на набережной Московской, да, которая стоит, ну, около 300 миллионов рублей, вспомнить его другое имущество, ну, о чем тут можно говорить? Да-да-да. Нет, и, кстати, я не знаю, посмотрите, у него одеяние в чеченских цветах, в цветах Чеченской республики Ичкерия. Я не знаю, как бы, не буду, это буквально эти цвета, это просто, наверное, совпадение, хотя Кадыров принял участие, очень так сложно поднимаясь, демонстрируя то, что он может подниматься по лестнице. Вот тоже такая зарисовочка. И, кстати, интересно тут поговорить, тут я не скажу ничего нового, но слушал блог Виталия Портникова, и он говорит, что хореография тут была важна, кто пришел первый, какие-то вот там, а, кстати, это, простите, это был только что в разговоре Игоря Яковенко, это был не Виталий Портников, Игорь Яковенко говорит, что да, вот все эти, вся мелочь Шушера, типа губернаторы, они стояли там за час уже у красного, собственно, ковра, столпившись, а потом уже появились в порядке важности Гундяев, Лавров, а потом уже Кадыров. То есть можно даже видеть определенную иерархию вот в этой хореографии, по крайней мере, вот как это будет выглядеть в этой каденции Путина. Ну, церемониал, конечно, очень важен во всей этой показной составляющей, потому что, во-первых, эту инаугурацию транслировали не только по главным российским каналам, но вы удивитесь себе по развлекательным. Впервые инаугурацию показывал канал ТНТ. Впервые она шла на канале «Пятница», на ТВ-3. Слава тебе, Господи, что на дважды два она не шла, а то бы между Симпсонами и Гриффинами вот эта вставка в виде этого пожилого 71-летнего человека выглядела бы очень странно. На матче ТВ, кстати, показывали. Вот это, конечно, спорт новый, инаугурация российского президента. Церемониал важен, конечно, да, и не зря нам показали, например, все что-то придрались к этому Кадырову, да, который не может себя уже плачь снять. Ну, тяжело человеку, болеет. Он-то там тягает гантельки у себя, да, но ему вообще-то на беговую дорожку нужно встать, да, или там кардиозаняться. Ну, это ладно, ну, болеет человек, бывает. А вот то, что было там дальше, это же интересно, потому что нам показали Дмитрия Медведева, который шел со своей женой Светланой, и у них на пальцах безымянных были кольца. Хотя мы прекрасно знаем, это достоверно нам известно, что Дмитрий Медведев не живет со своей женой. Они разъехались. Они не развелись, потому что в Российской Федерации все сильно течет, и их развод по базам ЗАГСа, да, они бы стали довольно, ну, довольно быстро стало бы известно, что они развелись там. Журналисты, мы там или кто-то купили бы эту справочку за тысячу рублей, и в этом нет ничего сложного. Поэтому они, собственно говоря, и не развелись. Но они не живут вместе, да. А то, как там стояли люди внутри, это тоже важно, потому что вначале это были всякие шестерки, да, вот у входа в этот большой зал Кремлевского дворца стояли, например, Сальда, это псевдогубернатор Херсонской области, да, Лариса Долина, боже ты мой, там стояла. Ну, и всякие там певички, которые не имеют никакого особого веса. А вот то, что дальше было, да, там вот идет он дальше, там Пахмутова, там Рошаль, знаменитый доктор, который, между прочим, доставал заложников из театрального центра на Дубровке в 2002 году. Вот, это все, конечно, вот показывают, да, нам показывают Дмитрия Медведева со Светланой. Причем, заметьте, не за ручку идут, не обнимаются никак. Ну, то есть, как бы подтверждается наша теория, наша история в том, что это уже не семейная пара. И, в принципе, мы знаем, почему они не живут, потому что Дмитрий Медведев спился. Да. Сергей Кириенко, кстати, идет один, без жены, хотя он женат вообще-то, на самом деле. Вот опять мы сталкиваемся с этим, Беглов тоже женат, и тоже один идет. Вот опять эта скрепная история, Мишустин женат, и он один идет. Что ж такое-то, а? Вот где ваши семьи? Илья, я не знаю, вы в первый раз этим, мы бы с вами просто жанр какой-то забили, вот сидит Залмаев и дает Довлячину просто в живом режиме почти, анатомизировать этот вот цирк Шапито или эту банку пауков, знаете, которые, да, некоторые из которых просто не просыхают. Нет, серьезно, просто к этому невозможно относиться, правда, потому что это все выглядело очень скучно, очень нудно, и приходится ловить какие-то, да, детали, какие-то такие небольшие составляющие, и все обратили внимание на снег этот, да, которым сегодня замело Москву. Давно такого не было, чтобы 7 мая, 7 мая в Москве шел снег. Ну, то есть погода сама выступает против Владимира Путина. Все обратили внимание на эту пушку, которая стрельнула, я вообще не понял, зачем они эти пушки поставили к деревьям, ну, что вы хотели, мы стреляемся из пушек, и дерево не рухнет? Нет, он рухнуло. Вот поэтому мы все смотрим на вот эти вот самые детали, на Степашина, на Шойгуна, на Рыжкина, да, на всех этих пожилых дядек, на Вайна, который там, по-моему, идет, вот, в общем, все вот эти вот дядьки, 60-60, вот Рябков, кстати, да, который заместитель Лаврова, который сегодня, в какой-то момент, мне казалось, вообще на феню перейдет, который сказал, что это жалкие и ничтожные люди, это про послов и представители западных государств, которые не приехали на церемонию, вот такие вот люди. Это тот, который потребовал забирать монатки, то есть, да, такой вот, ставите, цербер у российской дипломатии. Ну, кстати, вот тот факт, что люди искусства и так далее, вот, не хочу отдельно остановиться на вот этом confessional, да, I confess, я каюсь Ивлеевой, но, судя по всему, вот, берут такие показательные кейсы и дают жесткое условие делать, если хотите хоть как-то оставаться в России или, по крайней мере, иметь прибыль от ваших тут маетков, то есть, ваши недвижки или продажи ваших альбомов, концертов, только в шеренге, только безусловная поддержка войны, все, шаг вправо, шаг влево, и ты уже не полноправный член нашего общества. Тут, смотрите, история-то несколько глубже и шире, потому что, да, мы все знаем, что исключительно Путин обиделся на ту самую голую вечеринку, но решение о том, помиловать кого-то или не помиловать, опять же, принимает Путин. Но есть при этом сотрудники администрации президента, как Сергей Новиков. Вот раньше он, зрители что где когда, например, помнят, что он защищал интересы телезрителей, там, в каких-то начале десятых годов, а сейчас он курирует шоу-бизнес в администрации президента, и он встречается, ну, например, он встречался с группой Би-2 и ставил им условия ехать на Донбасс, поддержать войну и так далее. Но проблема в том, что не сам Новиков принимает зачастую решения, и он занимается разводом, то есть я уверен, и нам сообщали источники, что именно он стоит за вот этой историей с Ивлеевой, с ее покаянным интервью, но Ивлееву не простят, потому что решение по Ивлеевой принимает исключительно Владимир Путин. Вот Киркорова он простил, потому что Киркоров уже давным-давно свой, и, по-моему, он даже был доверенным лицом Путина, да. Лолиту он тоже более-менее простил, ну, потому что заслуженный и так далее. А Ивлеева это не его. Она там в Орле и Решке, да, снималась с украинцами, она там какие-то гадости про него говорила в интервью Дудю, и сейчас она, видите ли, кается. Ну, конечно, Путин не простит Ивлееву, даже несмотря на то, что она, я уверен, абсолютно уверен, послезавтра в День Победы что-нибудь напишет у себя в соцсетях, в соцсетях, как правильное ударение произносить, вот. Но прощена она не будет, потому что, очевидно, решение последнее за Владимиром Путиным на ней. Ну, знаете, в этом случае, это тот случай, когда использованный презерватив полезнее, чем свежий в упаковочке, да, это то, что сделают с ней. Простите за такую группу аналогию, Илья, остается еще чуть-чуть времени с вами, и вот в Гаге, в день так называемой инаугурации Путина провели акцию «Путинская тюрьма, тюрьма, а не Кремль». Напротив Международного суда ООН в Нидерландах установили фигуру Путина в кандалах и тюремной робе, автор работы, скульптор Жак Тилли. Ну, и вот это подводит меня к теме этого ордера на арест, вроде бы абсурдного такого, но факт уже зафиксирован, орден Ария Зеленского и, собственно, Петра Порошенко, пятого президента Украины. Я думаю, во многом это зеркальная мера, мы тоже так можем, ответ на Гагу. Но вот инструментальность для следующей каденции Путина, этой, собственно, меры, как вы видите и в чем тут задумка? Ну, это абсолютно пропагандистская история, конечно же, чтобы показать, что вот нам есть чем ответить. Посмотрите, у нас аж целое Министерство внутренних дел объявило в розыск Зеленского, Порошенко и каких-то там других украинских чиновников. Правда, будет ли воплощено это решение в жизни, у меня, например, есть большие сомнения. Но, как бы, отвечать им чем-то надо, потому что пропагандистская война, она продолжается, и Россия в этой пропагандистской войне явно проигрывает, потому что ее ресурсы заблокированы в европейских странах. Russia Today, этот несчастный RT, его вообще нигде невозможно посмотреть. Я его смотрю иногда из журналистских соображений, и у них в эфире, знаете, есть такой ролик, где, ну, в переводе с английского на русский, типа, нас не заставишь замолчать, мы не перестанем сообщать, reporting, да? И вот в этом слове reporting они R&T, соответственно, в свой логотип складывают. Но проблема в том, что, да, они не перестают рассказывать, сообщать, но их никто не слышит. Нигде нет в нормальных странах RT, не работает этот канал. Заблокированы РИА-новости, заблокированы другие ресурсы, там радиоспутник невозможно нигде. Они есть, их корреспонденты, да, они присутствуют в странах Балтии, насколько я знаю, есть какие-то корреспонденты, потому что что-то они передают. В Европе они есть, они есть в Грузии. Вот из Грузии там они ведут чуть ли не прямые трансляции во время различных событий. Но в целом пропагандистская война России проиграна, и она не может ее выиграть, потому что все, закончились эти времена. Но как-то они пытаются отвечать, но этот ответ идет, конечно, на российскую исключительную аудиторию. Да, вот российская аудитория, у нее нет доступа к CNN, там, BBC и Медузе, условно, потому что заблокировано все. Но есть РИА Новости, которые сообщат о том, что вот Зеленского объявили в розыск. И там скрепная какая-нибудь аудитория путинская, она с баскриптой. Да, наконец-то, вот Зеленского объявили в розыск, сейчас пойдем брать в Киев. Ни хрена такого не будет, конечно, но пара новостей за день это даст кликов в каких-нибудь там РИА Новости и ТАСУ. Но, с другой стороны, знаете, вот если мы говорим сейчас про разные фейки, про пропаганду, вот сродни этой истории про орденный арест, возможно, да. И также информация о том, что ФСБ якобы готовила покушение на Зеленского, это еще вот тоже одна такая свежая новость, об этом пишут сейчас в разных СМИ. И, собственно, интересно, что Россия также распространяет фейк сейчас о том, что США якобы ищут замену Зеленскому. Это тут абсолютно ожидаемое ИПСО, которое предсказывали много месяцев назад. В мае заканчивается конституционный термин Зеленского. Будем расшатывать идею, то есть раздувать идею о нелегитимности Зеленского. Я даже сюда бы всунул и историю Дершпигеля, хотя это как бы немецкий источник. Но вот не исключено, что Россия заинтересована и в месседжи о том, что старый синий, скажем так, Байден ему ищет теперь замену, и хотят на его пост Мишель Обама. То есть тут и тут мы видим одну и ту же технологию, расшатывать и вносить сумятицу. И тут, к сожалению, нужно сказать, вот мы сейчас с Игорем Яковенко говорили, ну равных России, увы, нет. Опасно и с большим страхом для себя можно игнорировать вот все эти разные меры. Одни из которых направлены на внутреннюю аудиторию, а другие очень даже эффективно часто и на внешнюю. Но я часто говорю, что российская власть филигранно умеет две вещи делать. Врать и воровать. Вот в этих вещах, в этих поступках они поднаторели просто искусно за все последние 20 тысяч лет. Потому что не зря они закрывали все независимые медиа, и не зря Путин отстроил себе столько этих самых дворцов. Но ведь параллельно с этим идут псевдосливы в различные медиа. Да, там есть, конечно, агентурная хорошая сеть. Но, слушайте, американцы чуть ли не с точностью до одного дня предсказали вторжение России в Украину. Значит, у них там, во-первых, есть неплохая агентурная сеть. То есть не зря люди, не зря американские, американские там чиновники получают деньги. И бросают кучу абсолютно теорий. Это так было, например, с историей в Буче. Да, помните, когда просто какая-то невероятная колесица шла из многих источников. Там труп встает, там труп не встает. Украинцы на самом деле живы, там не живы. Ну и малазийский, разумеется, малазийский Боинг, 14-й год. Это, наверное, такое первое концентрированное, яркое. Ну и вкупе с ним распятый славянский мальчик. Да, да, да. Мальчик из города Славянска. То там был Бук, то потом не было. То там были трупы, на самом деле, в этом самолете. То они не сбивали. В общем, опять была куча самых версий. И вот эту самую историю они могут в том числе производить и с СБУ, с Украинской службы безопасности. И в нее вкидывать различные версии. Поэтому я бы, на самом деле, вот к этой истории, к покушению, возможно, на Зеленский. Конечно, они планировали. Да, но в этом смысле, ну, как бы это не секрет был. Да, собственно, они планировали. Потому что источников у западных медиа в российских властях, в российских там властных структурах осталось очень мало. И мы видим даже какие-то несоответствия, ну, например, по публикациям там какого-нибудь Нью-Йорк Таймс. То есть видно, что есть несоответствия. Поэтому очень внимательно надо к этому подходиться и подходить и очень критически относиться к подобным публикациям. Продолжение следует...